СВЕЖЕЕ НОВОСТИ Революции бывают разными. Мирными и кровавыми. Но какими бы они ни были, согласно многим теориям, все они переживают одну и ту же эволюцию. Вчерашние оставшиеся в живых бунтари превращаются в идеологов в воров. Затем на их место приходят просто воры. Народ же становится жертвой своей веры, святость власти и пропаганды. И слагает легенды о прежних героях. Человек с двумя классами образования, на многие годы ставший полновластным вершителем тысяч судеб, создатель огромной промышленной империи Укт-Печлага в Коме-Республики, обладатель добродушного лица и лютого характера, романтик идеи покорения природы, практически мастивший костями заключенных болот. Одного только отрезка его реальной жизни между 30 и 40 годами стоит 10 выдуманных историй про графа Монте-Кристо и Генри Моргана, вместе взятых. На 40-летний день рождения соратники одарили Мороза приговором. Салют в его честь расстрельная команда исполнила спустя два года. Яков Иосима родился в 1898 году в еврейской семье кустарей-кожирников. Вырос в Баку. До революции Яков вступил в еврейскую партию Паолейцион, а примкнул большевикам уже после октября в Оренбурге в злой 18-й год. Тогда же, не ведая сам того, пророческий взял себе и новую фамилию Мороз. Затем обычная дорога целеустремленного партийца, красноармеец, чекист, член военного трибунала, следователь ВЧК. Он служил в ЧК, и служил в ЧК Истово, можно сказать, и получил срок за превышение полномочий. Ну, возможно, вот такой один из рассказов, но он не доказан, что он, так сказать, в азарте на допросе просто застрелил одного из допрашиваемых рабочих, за что, собственно говоря, и получил срок, и отправился в северные лагеря. Но, по сути дела, он не сидел. Заключенным он числился формально. По сути дела, сразу прибав сюда на север, он был восстановлен в правах, судимость досрочно освобожден и назначен начальником Ухтинской экспедиции. Концлагеря были одной из самых дорогих для большевиков идей, подсмотренных Лениным, Троцким, Бухариным и другими еще во время Первой мировой войны. В 1921 году в РСФСР за колючей проволокой уже находилось около 100 тысяч человек. По злой иронии судьбы, массовое использование труда заключенных в стране было узаконено в 1929 году, одновременно с высылкой из страны отечественного автора идеи Льва Троцкого. Оставшиеся и те, кто поддерживал, и кто во имя блага народа принимал это решение, готовили лагеря, разумеется, для других. Проведение по обыкновению распорядилось иначе. Этот невисокосный год, закончившийся провозглашением задачи ликвидации кулака как класса, скудно отмечен событиями. Решение о создании концлагеря в районе Ухты и формирование одноименной экспедиции ОГПУ входит в перечень наиболее заметных из них. Гудок парохода Глеб Бокий ознаменовал начало исторического этапа борьбы за ухтинскую нефть, вокруг которой еще с 17 века шум то поднимался, то затихал. И вот теперь экспедиция под началом сотрудника ОГПУ Сергея Федоровича Сидорова должна была решить, что можно сделать с несметными богатствами Таежного края, о которых ходили легенды. Сотню политзаключенных, раскулаченных, уголовников и бытовиков набирали на Соловках. В том составе был один из будущих ведущих ученых-нефтяников страны Николай Николаевич Тиханович. Высшая мера наказания была для него заменена 10 годами лагерей. От Кеми через Белое море добрались до Печоры. Дальше буровое оборудование и имущество, груженное на большие лодки Баркасы, предстояло протащить на Бичеве 400 километров против течения рек Ижм и Ухты с их множеством перекатов и порогов. Я один из той сотни ухтинцев, которые погрузились на старенький пароход Глебокий и начали многотрудный поход на неведомую Ухту. Отвалил пароход на рассвете 6 июля 29-го года и в тот же день к вечеру разыгрался в Белом море шторм, который чуть не погубил нас. Ночь была жуткая. В нелепо болтавшиеся половины дверей нашей каюты ворвался огромный столб воды. Я закрыл глаза, но вода разлилась по нашим дрожащим телам и стало ясно, что море отложило еще на несколько мгновений нашу гибель. 30-го июля мы тронулись на лямках вверх по Ижме в составе шести дивизионов. 3-го августа под проливным дождем пристали к селу Ижма. Потом двинулись дальше, делая с трудом в день по 10-15 километров. В Порожске сменили проводников. Прежние северяне-ижемцы отплыли домой с непонятными песнями на всю реку, размахивая в знак прощания шапками и руками. И было что-то первобытно торжественное в этих красках, в этих звуках, во всем этом расставании ижемцев с нами. 16-го августа началась наша борьба с ижемскими порогами. 5-й дивизион напоролся на камни, вода ударила, сорвала его с камнями и понесла. Тьма, крики, ругань, кто-то прыгает в воду. В Чебью приплыли 21-го августа. Сжималось сердце при дикой пустынной картине. Черная, нелепо огромная, одинокая вышка, несколько убогих избушек и кругом нетронутая тайга. Здесь нужно жить, работать, пережить жесточайшую зиму. Уже в ноябре 29-го года в экспедиции появился новый начальник Яков Моисеевич Мороз. Этот целеустремленный до фанатизма человек с неуемной энергией больше отвечал целям и обстоятельствам задуманной операции. Более мягкому Сергею Федоровичу Сидорову было поручено руководство хозяйственно-строительными и финансовыми делами. На новом месте Мороз в преддверии декабрьского 50-летнего юбилея Сталина с кавалерийской лихостью объявляет социалистическое соревнование по освоению Ухты. На промысле имени Якова Моисеевича Мороза добывается нефть. Большевики туда пробрались и нашли там нефть. Нефть очень интересна, густую настолько, что зимой она застывает, и ее можно перебрасывать лопатой и хранить без чана. Промысел этот рабочий, производственный. И культурный очаг. И на промысел имени Якова Моисеевича Мороза очень часто заходят медведи. Вчера, понимаете, сижу, слушаю трансляцию из Москвы оперы Шостаковича «Леди Магбет» Нценцкого уезда, глядь в окно, мимо дома Мишка путешествует. Удивительное здесь место, замечательная здесь жизнь. В скором времени эти болота превратятся в густой лес вышек. Медведям придется переселяться дальше. В их владениях сияет лампочка Ильича. А на месте берлог растут буровые, откуда льется густая, пахучая нефть. Работа кипит, из ничего создается все. И пламя этой энергии плавит суровые морозы тайги. Мороз уступил морозу. Надо сказать, что Яков Моисеевич, он действительно был начальником, вот чисто советским. Что я, в данном случае, имею в виду? Это главное дать план. Главное двигаться вперед. Причем не маленькими шагами, а семимильными. Любой ценой, безусловно, семимильными шагами, чтобы был порыв, чтобы было продвижение вперед. Все это требовало подвига трудового, все это требовало энтузиазма. Вот на этом трудовом подвиге, а что значит трудовой подвиг? Это значит работать там в адских условиях, без горячей пищи, без нормального жилья, без нормальных дорог, вот на этом на энтузиазме. Качать нефть, строить нефтяные вышки, идти дальше, на разведку. Только что было продвижение вперед. А что будет с людьми, Якова Моисеевича не очень интересовало. Выживут они, не выживут. Помрут, ну что ж, новых пришлют. То есть к людям-то он относился как, я бы сказал, так, к заключенным, как к материалу для трудового подвига. Цивилизация в Ухте утверждалась Яковом Моисеевичем Морозом и благодаря Фрэнкелевизации. Так по имени ее автора называлась Чудовищная система, в соответствии с которой полагалось от заключенного взять все в первые три месяца за ненадобность его жизни дальше. Это было совершенно в духе времени. Положив на фронтах гражданской войны сотни тысяч жертв ради счастья будущих поколений будешь ли ценить жизнь преступников? Разве что из необходимости понимая, что без специалистов нефть в стране не добудешь. Так что к спецам Мороз относился очень внимательно, не забывая, что сам в нефтяном деле не разбирается. Зато понимал в людях. По его ходатайству освободили ни одного Николая Тихановича. К режиму содержания заключенных начальник Мороз относился наплевательски. И не только потому, что был свояком самого начальника ГУЛАГа Матвея Бермана. Зоны не были обнесены колючей проволокой, да и бесконечная тайга лучше всякой охраны. Все, что было в то время создано, вряд ли было сделано только из страха, расправы и даже расстрела, хотя над жизнью заключенных эта угроза была постоянна. Фантастические производственные задачи словно намагничивали. Общий труд захватывал, а приближение к цели усиливало профессиональный азарт. В конце концов, даже и осужденные люди хотели наполнять каким-то смыслом подневольные годы. Ничего, кроме работы, им для этого не оставалось. А вложив во что-то труд и свою бесценную жизнь, уже невозможно считать это бессмысленным. Так пафос покорения природы находил себе опору в природе человеческой души, рождая патетику слов. Годы героической борьбы за покорение Чути левого притока Ухты. Семь человек рабочих во главе со старшим мастером Романенко начали здесь разведывательное бурение. По сравнению с их мытарствами бледными покажутся приключения героев Джека Лондона и Фенни Мора Купера. Протащить оборудование на десятки километров на себе по болотам и буреломам в снег, в дождь, по глубокому снегу и проваливающемуся льду в срок забурить, в срок пробурить. Апрель месяц было решено перебросить станок на буровую номер 17. Снег не держал в это время года ни лошадей, Ниссаней. Через болото на себе понесли тяжелое оборудование. 26 апреля пришла телефонограмма от Мороза. К первому мая буровая номер 17 должна сделать проходку. Желаю успехов. Осталось четыре дня. Тащить оборудование надо еще около пяти километров. Не только тащить, но и просеку рубить. Поздно вечером 30 апреля оборудование было на буровой номер 17. В два часа ночи кончили монтаж и забурили. Наутро рапортовали. Кто бы нас проверил, скажите? Проконтролировал кто? А ведь буровая партия в подавляющем большинстве состояла из рецидивистов, уголовников и отрицательного элемента. Какое же высокое чувство взятой на себя ответственности и обязанности руководило этими людьми такой героической работе? Кто пробудил его? В 30-е годы из маленькой экспедиции УГПУ под руководством Якова Мороза начинает бурно расти ухтопечорский лагерь. Постепенно он разрастается в промышленную империю, в целый город с многочисленными промыслами, клубами, профессиональным театром, школами, стадионами. Когда в Воркуте нашли уголь, автор ухтинского чуда решает, что одно нефти мало. и в Воркуту пошли этапы за этапом. То, что уголь этот золотой, Якова Моисеевича не волновало, о сбытии он вообще не переживал. Его задачей был не сбыт, а добыча. И он считал, что выполняет эту задачу на ядь. Во всякой борьбе бывают потери. Понесли потери и борцы за Север. Цинга, бич Севера вырвала из рядов десятки рабочих. На руднике недостаток раб силы. Общественность забила тревогу. Рудник может не выполнить своих обязательств по поставке угли. Брошен лозунг. Все на штурм. И я в рядах ударников иду на штурм. Иду в забой. На протяжении вот уже пяти лет ведется упорная борьба за обладание Севером. Сказка становится былью. Север сломлен, побежден. Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Получалось вот такое не развитие экономики, а штурм. Штурм, а при штурме потери не считают, в общем-то. Штурм, он и есть штурм. Ну, штурм-то безрезультатный-то по существу. Ведь крепости-то были разрушены, но не взяты, как при штурме. Понимаете, ну, в Оркуту построили, ну, наковыряли шахту. Вот. И не знали, как вывозить уголь. Ну, на Ухте подоставили нефтяных вышек, а выяснилось, что больших-то запасов нефти на самой-то Ухте нету. Выяснили, что на Ярике есть тяжелая нефть, уникальное сырье. Ну, будем добывать. Как добывать? Ее нигде... По сути дела, у нас в СССР не было ни одной, ни одного месторождения тяжелой нефти, кроме Ярикского. Никто не знал, как ее добывать. Там месторождения были во Франции, ну, что там Франция. Ну, у него были ученые незаурядные, они, конечно, разработали способ шахтной добычи нефти, уникальный. Давай строить шахты, а чего же? Ну, долго строили уже, после него уже первую шахту ввели. Ну, лопатой, давайте эти шахты копать, строить, благо инженера есть. Вот на водном нашли ради, давайте ради добывать. КОНЕЦ Производство расширялось, население Ухтпичлага росло. Сюда гнали, 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 все новые этапы. Хочешь, не хочешь, но пришлось Якову Моисеевичу задуматься, как кормить людей, если завозить продукты в таком количестве по причине отсутствия железных дорог было трудновато. Так появились свои сельхозы. Природу пришлось не только покорять, с ней как-то надо было уживаться, чтобы она позволила вырастить что-то съедобное. В начале тридцатых в Ухтпичлаге от голода никто не умирал, но недоедание было сплошное, поскольку люди работали на износ. Промышленное чудо социалистической индустриализации создавалось киркой и лопатой. К пятилетию лагеря Яков Моисеевич созрел до давно зревшей у него мысли. Он решил написать книгу «Пять лет борьбы за недра тайги и тундры». В нашем советском лагере писать книгу о нашем советском лагере. Но Яков Моисеевичу это в голову пришло, потому что он считал, что за пять лет вообще много сделано. Мы продвинулись вперед, мы создали новую социалистическую ухту. Для того, чтобы эту книгу написать к пятилетию лагеря, он собрал команду литераторов, благо у него под рукой было кого собирать, возглавил эту команду известный украинский писатель Остап Вишня, юморист, который сидел за контрреволюционную пропаганду, якобы, естественно. Причем, что он сделал, Яков Моисеевич? Он собрал так называемых старых ухтинцев, так их называл, то есть первопроходцев. Они устроили вечер воспоминаний в лагере, понимаете, Остап Вишня, эти очерки, вот их рассказы записал, они сами написали эти рассказы, там, ну, как умели. Еще была серия очерков замечательная совершенно о людях, перевоспитавшихся в лагере, вот как они, контрреволюционеры или бандиты, приехали в лагерь, а сейчас они передают их и производство. Яков Моисеевич Мороз большой психолог и знаток человеческой души. В деле перевоспитания и перековки людского материала мастер он исключительный. из-за резолюции, например, таких. Из Н надо сделать человека. Переговорите с ним и доложите мне. И что вы скажете? Очень и очень неплохие химики получаются из бывших бандитов и рецидивистов. Это граничит почти с чудом. Вчерашний бандит, у которого винтовка гнулась в руках, теперь преспокойно орудует хрупкими пробирками, и они у него не ломаются. А главное в том, что мысли у него направлены не в сторону большой дороги и темного леса, а вот в ту самую стеклянную пробирку и в замечательные явления, которые там происходят и которые так заинтересовали и пополнили взбаломошную и буйную когда-то голову. Это уже перерождение человека. Это в своем роде уникальная рукопись так и не была издана. Когда наступили другие времена, Якову Моисеевичу было недвусмысленно сказано, что книга его не актуальна. А до этих пор Яков Моисеевич оставался образцом лагерного начальства. Его в Москве хвалили, награждали орденами. Конечно, при этом звонили тавр, звучащим тогда повсеместно по любому поводу, маломальские трезвомыслящие люди не могли не понимать, что вокруг ухтинского нефтепромысла шуму гораздо больше, чем отдач. Внутри же ухтпичслага жизнь текла своим заведенным морозом чередом. Одни начальника уважали. Наш мужик суровый, но правильный. Другие боялись, третьи презирали. Но были и те, кто смел откровенно посмеиваться, надуть его пара пустяков. Это было время, когда блатные были в почете, а некоторые из них могли позволить себе не работать. Поначалу их норма выполнялась другими, но очень скоро стало просто приписываться. В стране ширилось социалистическое соревнование под названием ТУФТА. И хотя бы липовые показатели должны были подтверждать, что сегодня все работают лучше, чем вчера. Вряд ли можно объяснить тягой к искусству лагерного начальства и создание своего театра в Ухте. Яков Моисеевич руководствовался тут теми же понятными для него принципами. В социалистическом городе Чебью большую часть населения которого составляли заключенные, как и во всей стране, должно было быть социалистическое искусство. А раз так сказано, сделано. Точка. Нужен театр. В Ухте, что нет своих актеров? Найдем. И нашли. Представителей интеллигенции среди осужденных было предостаточно. ученых, музыкантов, писателей, танцоров, артистов. При этом примеры сознательности, участие в культбригадах, спектаклях поощрялись и учитывались при сокращении срока заключения. Ухтинский театр, в отличие от Воркутинского, был ближе к любительским постановкам. Но от этого популярностью среди уныния лагерной жизни он пользовался не меньше. Для Ухты того времени, 30-х годов, серый, без тротуаров, без мостовых, с грязью по колено, вот просто так сами очевидцы пишут. Это был, понимаете, другой мир. Вот эти женщины и мужчины, поющие о любви, страдающие от любви, вот проблема. Пожрать бы, вот это да. А они, понимаете, от того, что там его, ее там не любят. Кавалер, вот она прям сердечный приступ у него. Они ходят в этих не в робах, в лагерных, там, не в бушлатах, хотя на улице там морожь, и не эту шапку натягивают. Тогда они ходят в шелковых платьях, в кренолизах, да, с веером, по этим, вот, с декольте. Ну, якобы, Моисеевич, помню, декольте не очень любил, у него, вообще-то, все закрытые, вот эти самые костюмы. Но это оно и правильно, нечего народ развращать голыми плечами еще тут и так походят, понимаете? Вот совсем другой мир, это праздник, действительно праздник, и тут не так уж и важно, как эти актеры играют. Биография образцового лагерного начальника, орденоносца и чекиста завершилась печально. Наступил 1937 год, пришли новые времена. Якову Морозу было предписано организовывать большой террор в лагерях. И к такому заданию он отнесся ответственно. Но то ли уверенность в собственных заслугах, то ли родственные отношения с московским руководством, то ли многолетнее всемогущество, но у Мороза появилась полная самоуверенность, которую он недальновидно распространил даже на республиканское начальство. Незадолго до ареста секретарь Усть-Вымского райкома Лапин докладывал в обком. Мороз в Сыктывкар, не приехал. Видимо, потому что не хотел. Все делается опять-таки без ведома обкома. Когда же обком заставит уважать республику Коми? Говорить об обвинениях в контрреволюции не серьезно. Якова Моисеевича Мороза можно обвинить в чем угодно, но только не в контрреволюции. Под 58-ю статью он никак не подходил. Но тогда после 37-го стали убирать вообще исполнителей, главных исполнителей террора. Пошла чистка верхов. Но это обычная бандитская практика, что надо свидетелей, убирать свидетелей. И в эту чистку попало все руководство Ух-Печлага во главе с Яковом Моисеевичем Морозом. В 1938 году началась реорганизация огромного хозяйства Ух-Печлага, занимавшего одну десятую территорию республики, от Воркуты до Книжпогоста. Конечно же, сразу выяснилось, что оно было колоссально убыточным. Счет потерь шел на десятки миллионов рублей. Модель рабского дешевого труда, построенная на пинке и страхе, не оправдала себя. Воспитать из зэка горящего энтузиазмом советского человека тоже как-то не очень вышло. Жизнь, как когда-то и было предсказано первым социал-демократам, упорно не хотела поддаваться. Коммунисты были убежденными материалистами-атеистами, отвергающими вечную борьбу добра и зла на земле. Ни в Бога, ни в черта верить они не желали. А значит, причину своих неудач искали лишь в происках идейных противников. Список реальных антагонистов скоро закончился. Пришлось искать врагов народа среди своих же соратников. Рано или поздно в их число должен был попасть и Яков Моисеевич Мороз. Что и случилось в 1938 году. Моисеев Редактор субтитров А.Семкин